Добрый день, друзья! Добрый день, коллеги! Я рада, что для меня учебный год начинается именно вебинаром в Директ-Академии. Как всегда, у нас отличная аудитория, и я напоминаю, что если у вас будут появляться какие-то вопросы по PowerPoint, по анимациям, по тому, о чем я рассказываю, пишите сразу в чат. Я успеваю читать, успеваю на них отвечать. Все остальное действительно уже после конца вебинара. Сегодня мы с вами поговорим про быстрые анимации в PowerPoint. Что это такое? Я часто говорю про анимации, но это немножко новая тема, с которой мы с вами еще не совсем до конца разобрались. Покажу сегодня пять интересных сценариев быстрой анимации. Расскажу, как это можно организовать технически, какие программы, приложения, сервисы, плагины могут вам потребоваться. И, конечно, в презентации вы можете это все увидеть в примерах. Я буду показывать на своем PowerPoint, запускать презентацию и шаг за шагом анимировать все. А в скачанной презентации вы увидите гифки, которые кратко покажут основные моменты. Итак, что такое быстрая анимация? Давайте для начала вообще определимся с анимацией и с тем, как мы ее обычно представляем. Когда мы говорим про анимацию в PowerPoint, мы обычно представляем себе анимацию классическую. То есть есть слайд, на нем определенное количество объектов. К каждому объекту мы можем привязать эффекты, один или несколько. В PowerPoint они делятся на четыре группы. Это вход, выход, выделение объекта, причем для текста есть отдельные эффекты, и, наконец, перемещение, в том числе пользовательское. Мы можем добавлять классическую анимацию для того, чтобы привлечь внимание к каким-то объектам, деталям слайда. Можем использовать ее при работе с детьми, например, в студиях мультипликации. И действительно, PowerPoint позволяет создавать довольно сложные анимированные мультфильмы. И, конечно, классическая анимация потребуется нам тогда, когда на слайде есть какие-то триггеры, кнопки, которые должны действовать. Мы уже привыкли в программах, на веб-сервисах, когда мы нажимаем на кнопку, она меняет цвет, каким-то образом реагируют элементы на экране. И вот все это, в принципе, и является классической анимацией. Вот так эта панелька будет выглядеть в PowerPoint. Отдельная вкладка, которая так и называется, анимация, и область анимации, которую можно включить, и на удобном таймлайне посмотреть, какие эффекты, в каком порядке запускаются, и к каким триггерам, если есть необходимость, они привязаны. Несколько примеров, чтобы не только рассказывать, но еще и показывать. Я сейчас попробую сразу запустить видео. Так, если что-то не работает, пишите мне сразу. Вот такой пример большой анимации. Это самая объемная из того, что я делала больше 300 слоев, объединенных группы, и к ним добавлены анимационные эффекты. То есть мы из отдельных элементов собираем сразу целое анимированное изображение. И если я открою эту презентацию и включу область анимации, вы получите примерно вот такую вот картину. То есть здесь на экран поместилось даже далеко не все. К каждому движущемуся элементу привязан какой-то отдельный свой эффект. И даже текст здесь картинкой, потому что в таком формате файл, и каждая буква анимирована по отдельности, раз не было возможности анимировать единым целым буком. То есть здесь количество строчек анимации перевалило за два десятка, и анимация сама по себе довольно длительная. Другой пример классической анимации. То есть если здесь вы видите один слайд, и к нему добавлены эффекты. Другой пример – это анимация пошаговая. Здесь каждый отдельный элемент сделан в виде отдельного слайда, и между ними сделаны эффекты изменения. Здесь нет переходов, здесь исключительно классическая анимация. И вот так вот пошагово появляются те или иные объекты, пока это все не складывается в одну большую таблицу. И если я открою эту презентацию, то вы увидите примерно вот такую вот картину. То есть на каждом слайде количество анимаций небольшое, но самих слайдов довольно много. Презентация разбита почти на 15 отдельных кусочков, и на каждую из них наложены какие-то отдельные эффекты анимации. Здесь исходник именно таблица, то есть это не картинка, а именно таблица, созданная непосредственно в PowerPoint. Поэтому и анимация такая получилась объемная по числу использованных слайдов. Ну, это анимация классическая. Мы ее так вспомнили, посмотрели. А теперь про быструю анимацию. Что я имею в виду под быстрой анимацией? Как вы уже увидели в моих примерах, классическая анимация отнимает много времени. Нужно учесть движение каждого объекта. И честно говоря, не просто добавить к нему какой-то отдельный эффект, но и немножко поработать с его параметрами, сделать движение более плавным, сделать его повторяющимся, может быть, даже зациклить, связать с другими. И это процесс сам по себе не быстрый. Чтобы он был быстрый, мы будем использовать немного другие инструменты. Желательно, чтобы эффекты добавлялись сразу в группе объектов или вообще в идеале ко всему слайду, чтобы количество действий, которые приходилось делать автору, было минимальным. Вот буквально кликнули на кнопку, и все сразу заработало. Определенный пример быстрой анимации – это в PowerPoint переходы между слайдами. Когда вы выбираете какой-то переход, изображение на слайде сдвигается, например, разворачивается, и по факту это и есть быстрая анимация. Но мы не можем настроить переходы. Вот мы их включили, и как создатели программы придумали, так все эффекты анимироваться и будут. Для нас это не совсем подходит. Хочется что-то более творческое, более интересное. И поэтому для того, чтобы создавать анимации быстрые, мы будем сегодня говорить о двух основных инструментах. Но сначала еще раз про различия классической и быстрой анимации. Вот у них основные элементы. В скачанной презентации там гифки. То есть там можно нажать на картинку, и она включится как гифка. Я сейчас, конечно, перепроверю это. Но, по-моему, я вставляла… Да, именно гиф с файлами это все вставлено. Проверьте еще раз, пожалуйста. Итак, классическая анимация – это то, когда мы можем настраивать и редактировать каждый эффект. В быстрой анимации это невозможно. Мы применили, скажем так, анимационный пакет, и все заработало. В классической мы можем выбирать, какие эффекты нужны. В быстрой все решено за нас. Прямо вот как придумал автор, мы так и используем. В классической анимации мы можем добавлять триггеры, то есть события, по которым анимация запускается. В быстрой это невозможно, зато она предлагает нам автоматизацию, чтобы все работало уже сразу из коробки. И вот последняя строчка – это совместимость. В классическую анимацию вы можете добавить ссылки, кнопки, мультимедийные объекты. В быстрой анимации такого, к сожалению, нет. Что бы вы ни добавляли, какие элементы вы ни добавляли, они все равно укладываются в общий анимационный пакет. Как это будет выглядеть, я сегодня покажу на одном из примеров. Так, я начинаю волноваться за презентацию, которую вы скачали. Если несложно, проверьте, пожалуйста, еще раз, может быть, еще у кого-то она скачена, запускаются ли гифки. Если нет, я постараюсь что-нибудь придумать, чтобы все починить. Итак, для того, чтобы добавлять на слайд быструю анимацию, мы будем пользоваться двумя инструментами. Первый из них – это переход «Трансформация». Он находится во вкладке «Переходы» и появился только начиная с 2019-й версии. То есть у кого есть 19-я, более старшая, или веб-пакет Microsoft Office 365, у вас этот переход уже есть. Аналог магического движения Magic Move в Keynote. И действует по такому же принципу. Когда вы добавляете переход между двумя слайдами, программа ищет общие элементы и между ними выстраивает какие-то движения, какие-то перемещения. Если общих элементов не будет, то и переход красиво не заработает. Но поскольку это переход, отредактировать его нет никакой возможности. То есть вы его положили, и вы можете только длительность изменить слайдов, но вы не можете отредактировать, как будет двигаться каждый элемент. Это вот как раз такой готовый пакет. Только его не автор придумал, а вы сами его настроили, добавив на соседние слайды одинаковые элементы. Что мне очень и очень нравится в переходе «Трансформация» это то, что он двусторонний. Когда я листаю слайды вперед, он срабатывает, но он же срабатывает и тогда, когда я листаю слайды назад. Вот в обычной классической анимации вы когда возвращаетесь по кому-то слайду, стрелками или на номер слайда переходите, там анимация будет срабатывать с самого начала, то есть с первого пункта до последней. А вот «Трансформация» она будет запускаться в обратном порядке. Если у вас элементы перемещались слева направо, то при обратном перелистывании они будут, соответственно, перемещаться справа налево. Это очень и очень, конечно, удобно. Если у вас PowerPoint более старой версии, то вам потребуется расширение, про которое я тоже иногда упоминала на своих вебинарах. Это PowerPoint Labs. Бесплатное программное обеспечение. Вы скачиваете файл-установщик, запускаете на компьютере, программа ставится, и у вас в PowerPoint появляется новая вкладка. Там, конечно, много разных функций, но основная, которая пользуется чаще всего, это автоматическое создание анимации. По такому же принципу есть два соседних файла, и между ними просчитывается анимация. Но в отличие от перехода, добавляется новый слайд, из области анимации у каждого объекта появляются эффекты. А это значит, что анимацию вы сможете отредактировать. То есть она создается автоматически, но при необходимости вы можете ее потом доработать. Это тоже здорово и очень удобно. Официально рассчитано на 10, 13, 16 версию, но в моей версии у меня, если не ошибаюсь, сейчас стоит 21 года, тоже все работает. Совместимость очень и очень хорошая. Таким образом может выглядеть сделанная вами быстрая анимация. То есть буквально два слайда, и между ними настроено какое-то движение. Я здесь ничего не меняла. Это вот так, как срабатывает и лэпс, и также как срабатывает переход-трансформация буквально прямо из коробки. По-моему, получается неплохо, а уж сколько времени это экономит, вы даже не представляете. Ну что ж, вот мы поговорили про саму анимацию. Спасибо, что проверили презентацию. Я рада, что все работает. Давайте теперь посмотрим, какие сценарии мы можем придумать с использованием быстрой анимации, как их запустить в PowerPoint и в каком случае лучше будет работать лэпс, а в каком случае будет лучше работать именно трансформация. Первый сценарий – это стандартное появление объекта. У нас ничего не было на слайде, и нам нужно сделать, чтобы какой-то объект появился. Вот в скачанной презентации пример. Синяя область опускается, и появляется спрятанный за ней рисунок. Так, я переключаюсь сейчас на показ своего экрана. Так, если все работает, если все видно, поставьте, пожалуйста, сейчас, когда я запущу. Так, поставьте, пожалуйста, огонек. Так, если что, чат я вижу. И если появляются какие-то вопросы в ходе действия, сразу, пожалуйста, мне их пишите, я буду успевать на них отвечать. Итак, все очень просто. Предположим, у нас есть вот какой-то текст. Это один объект, общий блок текста, и мы хотим, чтобы он у нас появлялся. Первое и самое простое, это мы создадим новый слайд, поменяем их местами, и вот сначала у нас пустой белый экран, а потом будет появляться текст. Для того, чтобы применить, я выбираю второй слайд, то есть тот, который должен появляться, и ставлю переход. Вкладка «Переход», и вот в списке эффектов сейчас самым первым как раз и появляется трансформация. Клик, запускаю, надеюсь, все будет хорошо. И при клику слайд меняется и просто из темноты появляется. Все просто и элементарно работает. Давайте нашу задачу усложним. Теперь мы этот текст закроем цветной плашкой. Я также сразу рисую цветной прямоугольник. Мумпирую этот слайд. То есть для того, чтобы анимация сработала лучше всего, без мелких ошибок, лучше всего создавать дубликат слайда и вносить изменения. Например, на этом слайде я сдвину цветную плашку вот так вот вниз, чтобы осталась просто узкая цветная полоса. Сейчас эффект я не удаляла. То есть переход был включен по-прежнему. Я просто добавила новый объект на слайд. И вот что получилось. Я кликаю, и полоса аккуратно уходит вниз. То есть каждый раз, когда вы добавляете на слайд новый объект, переход пересчитывается. Вам не нужно ничего дополнительно делать, потому что в самом PowerPoint переход будет каждый раз пересчитываться. Теперь то же самое, но включу переходы и добавлю новый слайд, анимационный слайд с помощью лэпса. Для этого выделяю нужные мне слайды, иду во вкладку, и нам нужна вот эта вот самая первая иконка, анимация, добавить анимационный слайд. Программа просчитывает, и появляется слайд номер 2, тот, на который наложена анимация. Мы можем это проверить, включив вкладку, открыть область анимации, и вот у нас добавленные эффекты. Обратите внимание, что лэпс автоматически добавляет слайд со своим копирайтом последний, но он перечеркнут, то есть при демонстрации он показан не будет. Если нужно, вы его можете спокойно удалить. И на анимационном слайде появляется тоже вутермарк, их значок. Он тоже сразу скрывается, во время демонстрации вы его не увидите. Как раз первые два эффекта отвечают за его скрытие. Если я удалю, у нас останется только движение прямоугольника. И вот так это будет выглядеть при просмотре. Несколько быстрее, да, здесь анимация более резкая, но мы всегда можем ее стандартными настройками несколько увеличить, и тогда анимация будет более плавной. То есть как раз плюс лэпса в том, что мы можем всю нашу анимацию спокойно редактировать. Так, да, запись вебинара будет. Она появится на Ютубе через некоторое время. Так, в 10 офисе 14 версия презентация не работает. Я попробую пересохранить в другом формате и залить в конце. И презентацию можно скачать из материалов вебинара. Это правый верхний угол, значок странички с загнутым уголком. Кликаете, и там можно скачать нужный вам файл. Лэпс – это совершенно бесплатный плагин. Открытый вы можете его спокойно установить. И когда мы общаемся с преподавателем, они говорят, что в принципе программисты, кто отвечает у них в учреждениях за установку программного обеспечения, не против того, чтобы этот плагин был добавлен на их компьютеры. То есть обычно с его использованием проблем никаких не возникает. Итак, первый сценарий – это перемещение и появление какого-то объекта. Трансформация работает сразу, сценарий отлично работает, и вы можете добавлять новые элементы на уже настроенные слайды, и они будут по умолчанию включаться в анимацию. В Лэпсе тоже все работает хорошо, но, возможно, вам придется отредактировать скорость эффектов, особенно если вот таких вот появляющихся объектов у вас на слайде несколько. Может быть, вам понадобится поставить порядок, чтобы объекты появлялись шаг за шагом. То есть не все вместе, а сначала появился один, потом появился другой. Давайте я вернусь снова к нашей презентации и покажу, что произойдет, если мне нужно будет поставить сюда несколько объектов. У меня сначала спускается плашка, и потом я хочу, чтобы появлялся, ну, предположим, какой-то логотипчик. Вот я нарисую сейчас кружок в правом верхнем углу. Ваблирую слайд. На верхнем я хочу закрыть текст и убрать логотип. На втором логотип появится. Включаю переход и запускаю показ. Что будет происходить? Опускается плашка, и одновременно плавно появляется логотип. Теперь делаю то же самое, но через Labs, добавляю анимационный слайд и снова включаю показ. Скорость немножко другая, но вот если мы откроем область анимации, вы увидите, что появление объекта вообще не предусмотрено. То есть Labs прописал только движение прямоугольника, а объект появляется резко только на вот этом вот последнем слайде. Возможно, что-то придется откорректировать руками в этом плане. В плане появления объектов эффект трансформации, переход трансформации работает все-таки лучше. Так. Смотрим следующий сценарий. Я постаралась вообще собрать в качестве сценариев самые такие стандартные ситуации, которые могут у нас возникать. То есть типовое. Действительно, нам часто нужно, чтобы какой-то объект появился. Мы сделали заголовок, а текст появился потом или начал появляться по пунктам. Еще одна интересная ситуация это работа с иллюстрациями. Она может быть нужна для того, чтобы привлечь внимание к картинке. Или наоборот, не отвлекать сначала внимание картинкой от текста. Опять же, посмотрим, как это может быть. В моем примере квадратики будут перемешаться, то есть мы какую-то иллюстрацию будем собирать из отдельных, скажем так, запасных частей. У меня есть вот такой вот слайд. Здесь есть текст и группа объектов. Эта иллюстрация разобрана на отдельные части. Я скачала ее в векторном формате и преобразовала уже средствами самого PowerPoint в отдельные картинки. Предположим, я хочу, чтобы изображение выглядело немножко по-другому. Хочу, чтобы на первом слайде вот эти вот кубики стояли в начале текста и даже, наверное, сдвину текст, чтобы получалось интереснее. Причем я могу их не только двигать, но могу и поворачивать. Все программы перехода эффекта для быстрой анимации прекрасно понимают и масштаб, и перемещение, и вращение объектов. Предположим, шарик я оставлю за молодым человеком. Вот такой слайд получился. И анимационный эффект я хочу, чтобы иллюстрация затем собиралась в единое целое. Добавляю для начала переход, трансформация и смотрим, что у нас получается. По клику объекты перемещаются и картинка снова собирается в единое целое. То есть для того, чтобы это все сохранить, я напоминаю, что каждый раз я слайды дублирую, чтобы объекты полностью на слайдах совпадали. Теперь то же самое, но с использованием лэпса. Выделила два слайда, перешла вкладку и добавила анимационный слайд. Смотрим. Опять же, перемещение слишком быстрое, но мы это всегда с вами можем отредактировать. Как видите, вот на слайде прописаны пути перемещения и я могу сделать их более медленными. Например, вот так вот. Или поставить, что какие-то объекты будут перемещаться после других. Для этого я выделяю нужный эффект и ставлю запуск после предыдущего. Вот, например, вот так. И тогда анимация у меня несколько меняется. И только потом будет двигаться текст шаг за шагом. Возможность редактировать это, конечно, очень и очень удобно. И точно так же, если мы добавим еще какой-то один объект на слайд, переход, трансформация, просчитает, его автоматически добавит. А вот в лэпсе вам придется сначала удалить анимационный слайд, а затем создать его заново. Смотрю, появляются ли у вас новые вопросы. Пока здесь все просто и понятно. У нас все элементы уже находятся на слайде, они просто по пространству слайда перемещаются. И трансформация, и лэпс работают очень и очень хорошо, но в лэпсе дополнительно можно отредактировать скорость эффекта. По умолчанию она стоит довольно высокой, но вы можете ее всегда исправить, подкорректировать, либо перейти в настройки, я сейчас покажу, как это будет выглядеть, и в настройках замедлить все переходы, чтобы по умолчанию движение было более плавным. Посмотрим это на следующем сценарии. Теперь у нас объекты будут вылетать за пределы слайда, то есть уходить полностью за края и только потом собираться на экране. Если делать анимации через лэпс, будут ли они воспроизводиться на другом компьютере, где лэпс не установлен? Конечно, будут, как раз по той причине, что они прописаны штатными средствами PowerPoint. То есть все работает без каких-то лишних приемов, все стандартная штатная анимация. Она прописывается в панели и совместимость абсолютная. Я проверяла это неоднократно, ничего нигде не сбивается. Это тоже очень и очень хорошо. Давайте вот здесь сделаем немножко наоборот. У меня есть слайд и сначала я покажу, как он анимируется в локсе, а потом уже как он анимируется переходом трансформации. Итак, что я хотела бы видеть? Я хотела бы, чтобы на первом слайде вот эти вот кружочки не были видны, а на втором слайде они появлялись, а заголовки наоборот исчезали. Здесь у нас сценарий более сложный, поэтому придется некоторое время повозиться. Для начала вспомним, что анимация осуществляется у каждого объекта по отдельности и для того, чтобы кружок с линией анимировались вместе, нам сначала их нужно объединить в группы. группированные объекты анимируются вместе, но если вы разгруппируете их, вся анимация сбросится. То есть сначала подумайте, какие именно элементы вам нужно сгруппировать и только потом приступайте к анимации. Итак, я уменьшу масштаб слайда, чтобы все было видно и вот эти вот кружки я сдвину влево, так вот за пределы слайда, а нижний сдвину вправо тоже за пределы. Чтобы текст анимировался немножко по-другому, я его тоже сдвину в другую сторону. То есть вот этот будет уходить вниз, а вот этот будет уходить вверх. Когда вы работаете над подобной анимацией, старайтесь, чтобы пути перемещения объектов не пересекались. Если один текст полетит снизу, сверху, они наложатся друг на друга, лучше все-таки делать так, чтобы движение между собой не пересекалось, так будет анимация выглядеть намного аккуратнее. И на втором слайде я сдвину одну надпись вправо, поскольку кружочки пойдут слева направо, то и надпись будет уходить слева направо. И эту надпись сдвину в противоположную сторону. Вот я подготовила два слайда для анимации. Теперь добавляю к ним лэпс. Прежде чем я добавлю анимационный слайд, я перейду вот сюда в настройки и длительность выставлю вот здесь больше, чтобы анимация была более плавной. Например, на уровне трех секунд. Предположим, сейчас поставим. Сохранила. Добавляю анимационный слайд. рассчитывается движение. Куда-то у меня пропал один из элементов. И вот что будет происходить. Не очень плавное перемещение получается между собой. Это из-за высокой длительности. Если мы сейчас включим анимационный слайд и перейдем в область анимации. Вот довольно длительные пути перемещения и поэтому они выглядят такими несколько рваными. Нужно сделать это движение более коротким. То есть, как видите, было выставлено 3 секунды, которые я сразу задала лепсу. Уменьшим до полутора секунд и снова запустим нашу анимацию. Уже более плавно. Вот какой-то кусочек у меня из анимации выпал. нужно будет проверять настройки и смотреть, куда у меня один из кружочков, куда он пропал и почему не вписался. Наверное, я его задвинула слишком сильно за края и стоит удалить, как я говорила. Если нас что-то не устраивает, мы слайд удаляем, меняем расположение объектов, добавляем новые, если есть такая необходимость, включаем анимацию заново. Вообще в данном случае я бы сильно за края не уходила, я бы сдвинула элементы ближе друг к другу, чтобы они появлялись более плавно. Или перемещаясь нажатой клавишей для того, чтобы изменение положения было строго по прямой линии и смотрелось все аккуратнее. и заново добавила анимационный слайд. Все-таки он будет идти 3 секунды так же, как было установлено. Здесь мы можем подкорректировать, изменить какие-то объекты. Да, выглядит несколько сложновато, но к этому нужно просто напросто привыкнуть. Теперь то же самое, но уже с эффектом перехода. Поставили переход, включили трансформацию и точно так же запустили. Пролистаю еще раз. Вот смотрите, я включаю слайды в обратном порядке, то есть со второго возвращаясь к первым и анимация идет в обратном порядке. Возвращаюсь. Как видите, здесь анимация получилась менее аккуратной. Дело в том, что PowerPoint, когда используют трансформацию, он действует по принципу кратчайший путь. Он выбирает самый быстрый способ перемещения кружков, и поэтому они путаются и сбиваются, а отредактировать у нас нет никакой возможности. И поэтому вполне вероятно, что когда вы включите трансформацию, вы поймете, что получилось не так, как вам это нужно, и придется прибегать к варианту с лэпсом. Кстати, когда я показывала окно с настройками, вероятно, вы заметили, что там была еще одна строчка. Мы меняли длительность анимации, а у нас вот здесь в настройках можно было поставить галочку на более плавную анимацию. Когда мы используем этот параметр, у нас анимация будет более аккуратной, более плавной, такое бережное перемещение по сравнению с предыдущими, и какие-то объекты будут анимироваться по шагам. То есть, если возможно, у нас не двигаться будут элементы. Вот здесь, видите, кстати, не работает перелистывание в обратную сторону. То есть, в ту сторону работает, а в обратную сторону, когда я нажимаю, не срабатывает анимация. И перемещение будет пошаговое. То есть, объект будет нарисован столько раз, сколько промежуточных фаз у него есть. Наверное, это тоже звучит несколько сложновато, поэтому давайте тоже вернемся к нашей презентации и я покажу по примерам. Да, все, конечно, нужно пробовать на практике. Галочка плавная анимация в настройках лэпса я сейчас покажу еще раз. А пока подведем итоги. Если объекты перемещаются за пределы слайда, то есть, вы их выносите на пустое пространство, то трансформация может сработать некорректно, потому что пытается просчитать самый короткий путь. То есть, в данном случае лэпс показывает результаты, конечно, заметно лучше. Следующий традиционный сценарий это изменение текста. Мне кажется, с эффектами текста мы работаем чаще всего, обычно перемещаем, но иногда нужно добавить некоторые другие эффекты. И сейчас я покажу, как мы работаем с текстом. Текст именно буквы написаны, а не текст, добавленный некоторой картинкой. Но перед этим я пообещала показать еще раз, где находится галочка. Сейчас у меня все подгрузится. У меня вебинарная комната прямо так пытается сегодня несколько раз перескочить и не успеваю нажать на кнопку, чтобы включить демонстрацию. Вроде бы показывает именно текстовый эффект. Отлично. Еще раз. PowerPoint Labs. Самая левая кнопка анимация и вот в самом низу настройки галочка находится вот здесь. Я верну здесь, кстати, то число, которое было. Нет, 15 секунд немного. Вот так. Давайте сейчас посмотрим, как у нас будет меняться текст. Точно так же дублирую слайд, чтобы осталось то же самое. И хочу, чтобы на втором слайде, посмотрите, текст был во всю ширину экрана, а я хочу его сделать более узким. Вообще, это вызов для анимации. Это делать не так-то просто и тут нужно учитывать именно особенности текста, правильно переносить его по строчкам, а не изменять просто механически. Заголовок я поверну на 90 градусов и ставлю вот здесь вот сбоку. В сценариях нужно немножко пофантазировать, на практике, наверное, я бы этого делать не стала. Включаю переход, трансформация. смотрите, что происходит. По клику текст разворачивается, а блок с описанием медленно сужается. Дельные слова, которые уже не помещаются по ширине контейнера, находят друг на друга, создают такой контролируемый хаос. Мне не кажется, что это выглядит плохо, мне кажется, наоборот, что это может быть интересной какой-то фишкой анимации, но здесь вы ориентируетесь на свой вкус. Теперь то же самое, но с лэпсом. Что будет происходить в данном случае? Внимание! как видите, текст буквально сплющивается, то есть лэпс работает не с текстом, а он работает с блоком текста и изменяет его механически, за счет чего анимация получается некрасивой и неаккуратной. Так, окно настройки анимации, кажется, не отобразилось. Да, возможно, оно не отобразилось, действительно я не подумала, это окно сверху. Так, тогда еще раз. Вот здесь вы включаете вкладку анимация, кликайте вниз и у вас будет буквально два параметра. Так, я попробую сейчас переключить трансляцию так, чтобы стало видно это окошечко. Вот такое окно появляется, сверху вы выставляете длительность в секундах, а снизу вот она одна единственная галочка. Так, возвращаюсь обратно. Теперь нужно самой закрыть это окно, чтобы оно на экране не мелькало. Теперь давайте немножко усложним задачу. мы заголовок разворачивали, но пусть при развороте он еще становится крупнее. Я выделяю текст и увеличиваю его ну вот хотя бы до 60. Смотрим, что происходит, когда включается трансформация. блок текстов изменяется так же. А вот заголовка тоже начинает немного налазить друг на друга, если они не вписываются в контейнер. Помните, что все определяется размером контейнера, то есть вот этой вот рамкой, которая обведена вокруг. именно от нее переходы считают то, насколько будет сам эффект. Я увеличиваю сейчас вот этот вот контейнер, он стал намного шире. И на этом слайде просто его поменяю. Добавила, повернула на 90 градусов, увеличила текст до 60. ставила в прежнее место. Ничего делать не нужно, переход пересчитается автоматически. Как видите, при изменении все остается так же. Текст у нас меняется, а размер заголовка все равно предполагает, что буквы друг на друга налазят. Этот же эффект будет, если я изменю вот этот контейнер. Если я вот здесь сделаю несколько строчек дополнительных снизу, изменю или уменьшу размеры. и как раз может быть, когда вы начнете пробовать, у вас получится что-то другое. Почему? Потому что я знаю, что многие создают слайды не с чистого листа, а создают их из готового макета. Так, вот, например, заголовок и объект. То есть вот сюда вводят нужный текст слайда и вот сюда пишут заголовки. И вот эти вот контейнеры, они настроены немножко по-другому. У них может быть автоизменение размера, у них может быть немножко другая привязка. И когда вы будете работать с этими контейнерами, переход будет срабатывать немножко по-другому. То есть вы можете получить не тот эффект, который ожидаете. Я показываю исключительно на чистых слайдах, когда все объекты создаю сама и полностью контролирую их свойства. Когда же речь идет про такие варианты могут быть изменения. Еще раз, это созданность чистого слайда, а это вариант автоматического. сейчас попробую еще раз, чтобы вы обратили внимание, при переключении тут несколько искажаются тексты, буквы наладят друг на друга не совсем аккуратно. Поэтому я рекомендую для анимации всегда использовать не макеты, а использовать абсолютно чистые слайды. Так вы избежите многих проблем, которые могут возникать в процессе. так мы посмотрели вариант с изменением заголовка, что у нас размер заголовка менялся с помощью перехода. Теперь то же самое, но с помощью анимационного слайда. Обратите внимание, на анимационном слайде появилась как раз вот та самая пошаговая анимация. Надпись доска Миро продублировалась несколько раз, и вот несколько раз наложилась друг на друга. Срабатывает не эффект перемещения, а срабатывает эффект появилась исчезла, появилась в новом месте, исчезла и так далее. То есть это как раз степ-бай-степ анимация буквально покадровый вариант. иногда может показаться лучше, потому что при этом буквы друг на друга не наезжают, но у нас к сожалению нет возможности сделать так, чтобы часть слайда анимировалась одним способом, а другая часть другим, а как бы наверное было хорошо. что ж, это была анимация текста, быстрая анимация, трансформация срабатывает заметно лучше, лэпс довольно плохо понимает текст и изменяет его механически, а не переносит на новые строчки. И наконец последний, пятый сценарий, если мы работали с текстом, то наверное логично будет показать и как меняются изображения. Опять же вот такая презентация, три картинки для того, чтобы посмотреть разные эффекты. Предположим первую я перекрашу, сделаю черно-белой, на вторую я добавлю например тень в подсветку какую-нибудь подобную заготовку появилась тень вокруг объектов, а третью я возьму этот вариант сглаживания и вот так вот размою, чтобы у нее не было четких границ. Включаю трансформацию и смотрим что происходит. еще раз. То есть вот сглаживание не очень корректно отрабатывает, немножко дерганно, хотя это далеко не худший вариант. Остальные эффекты срабатывают плавно и аккуратно. а теперь внимание то же самое в лэпсе. Запускаю. Как видите ничего не происходит. Анимационный слайд фактически ничего не приносит. У нас никаких эффектов здесь не появляется. Лэпс не умеет делать вот такие переходы с картинками. Он умеет перемещать, поворачивать, масштабировать, но не умеет их изменять. Мы можем сделать простой вывод, что для работы с изображениями лэпс не подходит совершенно, а вот трансформация будет работать прекрасно по умолчанию. 5 довольно простых и применимых на практике сценариев анимаций, которые вы можете использовать в своей работе. И напоследок я хотела бы дать несколько советов, потому что знать инструменты хорошо, знать области применения замечательно, но есть некоторые, должно быть некоторое понимание алгоритма, чтобы не потратить зря время. Поднимать, когда нужно выбрать анимацию классическую, а когда быструю, когда лучше сработает лэпс, а когда достаточно штатной трансформации. Так вот, классическая анимация обеспечивает вам полный контроль. Если вам нужно буквально по пикселям двигать объекты, изменять их, если вы хотите редактировать, перестраивать порядок и готовы потратить время, то выбирайте анимацию классическую. Лучше всего она будет работать, когда объекты внутри одного слайда, то есть на одном слайде нужно много изменений совершить. И если вам нужны триггеры, какие-то ссылки, сложные цепочки действий, тоже ваш выбор анимация классическая. для быстрой анимации лучше подходят ситуации, когда у вас мало времени, нужно, конечно, все быстро настроить, когда нужно сделать интересный, не банальный переход между слайдами, более интересный, чем просто перелистывание странички, если у вас эффекты простые, то есть классическая триада переместить, повернуть и изменить размер. И быстрая анимация бесполезна, если у вас на соседних слайдах нет одинаковых объектов. То есть обязательно лучше, чтобы все объекты совпадали, либо хотя бы какая-то значительная их часть. Выбор между трансформацией и Powerpoint Labs. Трансформация лучше работает, когда акцент идет на текст и изображение. Вот с этими объектами трансформация справляется заметно лучше, и она работает хорошо, когда объекты внутри одного слайда находятся, то есть мы перемещаем их по пределу экрана, не выходя за его края. Labs лучше всего срабатывает тогда, когда нужно не просто поставить быстрый переход, но и потом его подредактировать, проконтролировать, может быть, включить какой-то порядок и использовать Labs, если у вас штатная трансформация не справилась со своей задачей. Теперь это все попробуем свести в один вот такой вот алгоритм. В каком случае стоит что выбирать. Обратите внимание, вот здесь один из стикеров это вопрос нужно ли добавлять триггеры. И вот если вам нужны триггеры, вы можете выбрать анимацию классическую и все настроить пошагово, либо вы можете использовать Labs, через него сделать быстрый анимационный слайд и уже на этом анимационном слайде добавить и настроить триггеры так, как вам нужно. То есть это тоже один из возможных вариантов. Так, что ж, вроде бы показала, рассказала, объяснила. Я знаю, что схема на экране сейчас не очень большая, в скаченной презентации она будет получше. Так, совместимость Labs и Spring Suite, насколько все корректно работает. еще раз говорю, Labs ничего не приносит нестандартного. Он просто использует вместо вас функции PowerPoint. Вместо того, чтобы сидеть и считать на 66 или на 67 градусов, нужно повернуть картинку, он расчеты делает за вас. Но никакого нового функционала он не доносит. Все, что сделано в Labs, совместимо со всем, чем совместим и сам PowerPoint. Замечательно. Я еще жду ваших вопросов. Это отлично, что вы их задаете. Очень много нюансов, каких-то интересных вещей, про которые можно узнать только на практике. И традиционно в конце вебинара хочу пригласить на курс, который начнется уже 23 сентября. Он посвящен учебным презентациям. И вот пока я еще жду ваших вопросов, пока какие-то организационные моменты. С вашего позволения я хочу рассказать, как в прошлом учебном году материалы этого курса помогли мне самой. То есть понятно, что когда мы учим, мы и сами учимся. И вот для меня такая большая коллекция учебных материалов, каких-то примеров, находок, но самое главное для меня в этом курсе это рамка дизайн-мышления, порядок, в котором мы работаем появились нейросети, искусственный интеллект и стали появляться сервисы, где нейросеть помогала создавать презентации. Естественно, я не могла остаться в стороне и побежала искать и смотреть, что нового, что умеют сервисы, какие у них функции и так далее. Вот то, что есть, оно очень примитивно. Я могу создать какую-то базовую презентацию, расскажи мне, что такое инжектор или карбюратор, но полноценную учебную презентацию я не могу создать, особенно, когда у меня есть какой-то мой собственный текст, уже написанный, выстраданный, проверенный на аудитории. Не очень хорошо, честно говоря, работают эти сервисы, и к тому же у них функции платные, бесплатных инструментов удобных я не нашла. Вот есть сервис Beautiful, который делает именно то, что я хочу, но они полностью убрали бесплатный тариф. Есть Microsoft Sway, у которого все так, как я хочу, но очень слабый дизайн и нет возможности скачать в файле PPTX. И тогда я просто открыла схему дизайн-процесса, как поработали презентациями с курса, и посмотрела, где у меня самое слабое место. То есть я больше всего времени трачу именно на дизайн, то есть на работу с PowerPoint, на создание каждого отдельного слайда. И именно этот процесс занимает больше всего времени. Я быстро придумываю структуру, я быстро подбираю материалы. И тогда мне знакомые показали функцию в конве. Да, я знаю, что конва тоже сейчас затруднен к ней доступ, но тем не менее можно найти какие-то обходные пути. Принцип такой, вы презентацию делаете в виде таблицы, а потом эту таблицу загружаете в конву. И конва по заранее размеченному шаблону весь ваш текст, все нужные вам заголовки, элементы, подписи размещает на слайде. И даже картинки, если вы собрали их в отдельную папку и загрузили в конву, даже картинки она расставит по слайдам. И вот эту презентацию я делаю именно таким образом. У меня есть таблица, в ней прописан весь текст, в конве быстро отгенерированы слайды, скачаны в PowerPoint, и здесь добавлены гифки, потому что в конве гифки поставить так, как я хочу, не получается. Все. То есть сейчас я презентацию делаю в виде таблицы, потому что знаю, как делать иерархическую структуру слайда, монтажную, и могу себе представить последовательность. А дизайн за меня уже делает сервис. Надеюсь, что для вас вебинар был полезен, вы узнали что-то новое и интересное, и еще раз приглашаю на курс, надеюсь, кого-то из вас тоже увидеть. Запись обязательно появится, и вы всегда можете обратиться ко мне с вопросами, если что-то непонятно, если что-то интересно, если нашли какую-то ошибку и хотите узнать, как это работает. И я помню, что писали, презентация не открывается на какой-то версии, я сейчас ее пересохраню в более старом Powerpoint и снова загружу в материалы. в материалы вебинарной комнаты вы сможете ее скачать. Так, только я дам другое название, чтобы, наверное, не перепутать. И вот говорит, что как раз есть некоторые проблемы при совместимости. Ну, по крайней мере, все должно уже открываться. потому что в более ранних версиях как раз перехода трансформации нет, и он может не совсем показываться. Так, загрузила. Сейчас открою доступ на скачивание. И вот там же в правом верхнем углу на страничке с запнутым уголком вы можете ее скачать. Называется Быстрая анимация 2. Спасибо вам, вы прекрасная активная аудитория. Мне всегда очень нравится с вами работать и хочется рассказывать еще больше, еще интереснее. Желаю вам хорошего рабочего дня и до новых встреч!